Здравствуйте, ребята! В небеса зовет меня. Тема сегодняшнего урока – воспоминания космонавтов. На уроке вы познакомитесь с главой из книги «Космонавты рассказывают» и вспомните о видах пересказа. Все в жизни начинается с мечты. Любая наша цель, любое желание – все это когда-то было нашей мечтой. Только одни забывают свои мечты, а другие делают их своими целями и стремятся к их достижению. Если я у вас сейчас спрошу, ребята, кем вы хотите стать, когда придет время выбирать профессию? И многие из вас, наверное, скажут, что хотят быть программистами, видеоблогерами или предпринимателями. Сегодня все реже встретишь мальчика, мечтающего повторить подвиг Юрия Гагарина или девочку, грезящую о карьере врача. И все потому, что со временем меняются и ценности с приоритетами, и мода на ту или иную профессию. Но любую мечту все же можно осуществить. Было бы желание. Нужно просто мечтать. А вот мечты советских детей, кем стать, когда они вырастут, кардинально отличались от того, о чем мечтают нынешние дети. Советские дети мечтали стать героями, поскольку этого требовали выбираемые ими профессии. После полета в космос Юрия Гагарина и Германа Титова в 1961 году, многие мальчишки захотели стать космонавтами. А после полета в космос Валентины Терешковой и многие девочки стали грезить этой героической профессией. Сегодня мы прочитаем главу из книги «Космонавты рассказывают» Герман Титов. А что вам известно, ребята, об этом человеке? Титов Герман Степанович, космонавт СССР, биография которого вошла в историю советской и мировой космонавтики. Он совершил второй полет после Юрия Гагарина на орбиту Земли. Карьеру Герман Титов начинал как военный летчик. В его послужном списке тысяча прыжков с парашютом. В 1960 году Германа Титова утвердили в группу космических войск СССР. Он показывал отличные результаты и был назначен дублером Юрия Гагарина при подготовке к первому полету. После проведения первого запуска ракеты с человеком на борту, отряд космонавтов «Восток» продолжил подготовку. И 6-7 августа Герман Титов с позывным «Орел» совершил облет Земли, рекордные для того времени длительности. Корабль второго космонавта СССР назывался «Восток-2». В космосе Герман Степанович находился 25 часов. Он сделал 17 витков по орбите, что составило 703 тысячи километров. А каким было детство этого замечательного человека? Об этом мы с вами узнаем, прочитав главу из книги «Космонавты» рассказывают. В тексте встретится слово, на которое вам нужно будет обратить особое внимание. Ходики. Часы. Зимними вечерами отец любил собирать всю семью за столом. Отец и мать обсуждали дела минувшего дня. Сестренку Земфиру укладывали спать. Меня же, как старшего, не гнали без надобности в кровать. Я сам знал свое время. Отец относился ко мне как к равному. Я любил эти вечера, хотя многого и не понимал из разговоров родителей. Помнится, в один из таких зимних вечеров кончилась снежная вьюга и стало кругом как-то особенно тихо. Только ходики громко тикали. Отец неторопливо разговаривал о чем-то с матерью. Сквозь рваные черные тучи на землю проскальзывал лунный свет. Деревья и сугробы отбрасывали фиолетовые, будто чернильные, тени. И тени эти то темнели, то светлели, то исчезали совсем. Я внимательно наблюдал за их игрой. А отец взял скрипку, и в комнате разлились звуки какого-то грустного романса. Мне казалось, что тени скользят по сугробам в такт музыки, а смычок своими легкими движениями дирижируют ими. Стало вокруг как-то таинственно, жутко. И вдруг я увидел, что мимо нашего окна, приближаясь к дому, не то идет, не то летит над сугробами человеческая фигура. Я в ужасе закричал, заплакал. Разобравшись, в чем дело, отец спокойно, но настойчиво сказал. «Одевайся, сын!» Я упирался. Он же набросил на плечи свое пальто и вышел в сени. Я жду. Послышался его голос. Преодолевая страх, я осторожно переступил порог. Отец уже стоял посреди двора. Стоял, высоко подняв голову, любуясь присмиревшей природой, зимним небом. На меня он будто и внимания не обращал. Я оглянулся. Никого нет. До отца шагов десять-пятнадцать. Отец молчит. Жутковато. «Батя!» – тихо позвал я. «Что стоишь? Иди сюда!» – отозвался он. Я подошел. «Следы от наших ног видишь на снегу?» «Вижу. А где же того человека следы?» Замирая от скрипа снега под ногами, я потоптался вокруг отца, оглядывая наши следы и ровные, чистые, как искрящийся нафталин, волны сугробов. Никаких других следов не было. «Здесь никто не проходил», – сказал он. «Это тени от деревьев тебя напугали». И отец повернулся к дому. «Идем спать, сынок». С тех пор я не помню случая, когда чем-нибудь вот так, без всякой причины напугался. В минуты надвигающейся опасности еще мальчишкой прежде всего старался осмыслить, понять, что же там происходит. Мне, конечно, как и всякому не чужд страх, но с того дня я стал учиться владеть собой и перебарывать это неприятное чувство. Ребята, найдите в тексте и прочитайте описание природы после вьюги. «Кончилась снежная вьюга и стало кругом как-то особенно тихо. Сквозь рваные черные тучи на землю проскальзывал лунный свет. Деревья и сугробы отбрасывали фиолетовые, будто чернильные тени. И тени эти то темнели, то светлели, то исчезали совсем. Рваные черные тучи, фиолетовые, будто чернильные тени. Скажите, ребята, к каким средствам художественной выразительности можно отнести данные выражения? Рваные черные тучи – эпитет, фиолетовые, будто чернильные тени – сравнение. Ребята, как поступил отец, видя, что сын испугался? Да, когда Герман испугался, увидев тень человека за окном, отец решил выйти с ним на улицу и показать, что там на самом деле ничего страшного нет. «Это тени от деревьев тебя напугали», – сказал отец. Затем повернулся к дому. «Идем спать, сынок». Ребята, чему этот случай научил будущего космонавта? Вы правы, этот случай помог ему не пугаться без причины. С того дня мальчик научился владеть собой и преодолевать неприятное чувство страха. А сейчас давайте вспомним, что такое пересказ. Пересказ – это изложение прочитанного или прослушанного текста. Какие виды пересказа вам известны? Пересказ может быть подробным, кратким, выборочным. Иногда бывают дополнительные требования – сохранить стиль автора, пересказать текст от третьего или от первого лица. Пересказу предшествует подготовительная работа, ответы на вопросы, составление плана, словарная работа. Пересказ может проводиться с опорой на план и без него. А знаете ли вы, ребята, что из себя представляет выборочный пересказ? Выборочный пересказ – это вид пересказа, при котором нужно изложить кратко, либо подробно не содержание всего текста, а только его часть. Ребята, самостоятельно выберите из текста самый интересный, на ваш взгляд, момент и приготовьте пересказ. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы познакомились с главой из книги «Космонавты рассказывают» и вспомнили, что пересказ произведения – это изложение прочитанного или прослушанного текста, а также узнали, что пересказ может быть подробным, кратким и выборочным. Наш урок подошел к концу. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok